Всем привет! Это четвертый выпуск нашего видеопроекта. Сегодня мы поговорим о продавцах-консультантах. Все мы ходим в магазины, покупаем там бытовую технику, сотовые телефоны, телевизоры, видеокамеры, фотоаппараты. И приходим в магазин, через некоторое время нас встречают продавцы-консультанты и предлагают свою помощь, что-то подсказать, посоветовать. Что-то они нам советуют, и мы в итоге что-то у них покупаем по их рекомендации. Что нужно знать, когда вы приходите в магазин, что-то собрались купить? Во-первых, в магазин, конечно, не надо идти стихийно, так что, допустим, вы запланировали на день какие-то дела там, куда-то сходили в гости, куда-то еще, и еще там запланировали напоследок сходить в магазин и что-то купить, допустим, телевизор. В магазин надо идти осознанно, конкретно вот, что сегодня я пойду, допустим, купать телевизор и потрачу на это там полдня. Потому что придется сходить в разные магазины, сравнить цены, послушать одних продавцов, консультантов, других, что они говорят конкретно по этой модели, того же телевизора или видеокамеры. Сделать какие-то выводы, чтобы впоследствии сделать осознанный выбор и купить то, что конкретно нужно вам. Конечно, можно еще в интернете поискать о товаре, информацию, то, что вы собираетесь покупать. Если, допустим, у вас стиральная машина, почитать отзывы владельцев. Заглянуть на Яндекс.Маркет, допустим, посмотреть там, что пишут. Нельзя, конечно, надеяться на продавца-консультанта, что он вам подскажет, что-то посоветует. И действительно, это будет товар, который вы действительно хотели купить. Потому что продавцов-консультантов, таких действительно хороших, которые вам что-то подскажут, что-то действительно грамотно объясняют, это их очень мало. Когда вы уже выбрали подходящую модель товара и уже собираетесь покупать, оплатили. Надо, конечно, еще до оплаты осмотреть этот товар, чтобы там не было никаких царапин, ничего такого, никаких косяков не было вообще. Посмотреть, чтобы было все в комплекте, все шнуры, все диски, все инструкции, все было. Потому что могут вполне этого не положить или забыть положить, или у них вообще там не было, допустим, где-то затерялся этот диск или провод, или шнур, или что-то какое-то дополнительное там устройство к вашему товару. При покупке товара надо смотреть, чтобы была заполнена гарантийка, и чтобы там стоял, был указан серийный номер товара, изделие, номинование, конечно же, печать. Потому что в случае поломки вам могут отказать в ремонте, если у вас там все надлежащим образом не будет заполнено. многие магазины предлагают дополнительные гарантии на товар, это 1, 2 и 3 года. Мое личное мнение по этому поводу, это то, что это нахер вообще не нужно. они делают деньги из луков. По поводу продавцов-консультантов у меня даже написано рассказ, можете ее почитать на досуге, там много интересного. 2 года назад я покупал себе телевизор, объехал все магазины, которые я только нашел, искал себе определенную конкретную модель, взял с собой даже USB-флешку, закинул туда 3 картинки зеленого, синего и красного цвета, чтобы туда посмотреть битые пиксели. Да, видео еще туда закинул, посмотреть, как оно будет воспроизводиться на этом телевизоре на экране. В конечном итоге остановился на одном магазине, значит, выдают мне телевизор, все упакованный полностью, типа иди расплачивайся, и все, всего доброго. Я говорю, проверить этот телевизор, как он там будет работать, что там может. Коробки вообще не телевизор, а три кирпича лежат. Ждал я тех, кто его проверит, наверное, полчаса, но в конечном итоге, конечно, его проверили, он там показывал пару каналов, и видео тоже воспроизводил, все было нормально. Удачных вам покупок! Подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее.